Петр Петрович, расскажите об истории ваших экспериментов Это началось в 1984 году, когда я перешел работать в Институт физико-технических проблем Академии наук Тогда это еще было не РАН, а просто Академия наук СССР И вот этот институт располагал хорошим оборудованием У меня была возможность использовать очень интересный метод спектроскопии Так называемая спектроскопия рассеянных фотонов Или динамическое лазерное светорассеяние Она позволяет характеризовать молекулы по их форме, размерам, по молекулярному весу и так далее Классический метод светорассеяния поставлен на очень высокий уровень современный И вот когда я в качестве одного из объектов, который меня всегда интересовал, это ДНК Когда я поместил ДНК в кюветное отделение прибора И начал использовать не те времена, которые обычно используют Так называемые времена дискретизации То я получил совершенно уникальные временные автоколилизационные функции Или попросту я увидел, что ДНК излучает звук Потому что эта регуляция была колебательной динамики ДНК То фактически это были акустические колебания, то есть звук Значит удалось обнаружить вещи, которые были теоретически предсказаны достаточно давно Правда немножечко не в том ключе Но тем не менее мне удалось показать процесс солитонного возбуждения в ДНК Как оказалось, это очень важный момент Это явление называется явление возврата фермипаста улама Попросту говоря, это память молекул воды, как нелинейных систем На начальные моды возбуждения Ну для людей, которые далеки от этого Я скажу в переводе на простой язык Это означает новый вид памяти молекул ДНК Что это означает? Это означает, что если мы, например, хотим вырастить у себя новую руку Потерянную вследствие аварии, или хирургические операции Или палец, или ногу, или печень, почки, поджелудочную железу То мы должны сделать запрос, наш организм должен сделать запрос На так называемый постэмбриональный морфогенез Попростую регенерацию Относительно простые животные это делают легко Осьминоги, каракатицы, тритоны, ящерицы, которые отращивают у себя хвостик Лешние щупальцы и так далее Это известно Это простые примитивные биосистемы Они могут Мы не можем Мы не можем Потому что у нас это утрачено Потому что мы защищены социально Наши руки и ноги защищает милиция и армия Поэтому у нас это отпало А тем не менее, зря Потому что хотелось бы при травмах выращивать заново свои органы Утраченные Пальцы, руки, ноги, зубы и так далее Значит, за этим вот стоит фундаментальное явление Известной физики уже давно Открытое Ферми Паста и Улома Крупные ученые, вот особенно Андрей Кофферми Известный крупнейший физик И вот оказывается, молекулы ДНК Они способны как бы давать определенные музыкальные фразы С повторами Вот такая, знаете, длинная-длинная песня С такими музыкальными повторами Если так вот образно сравнить Тот звук, который мы изучали В методовой корреляционной лазерной спектроскопии Вот это было Фактически это является основой для регенерации органов тканей А это означает, что мы подошли к каким-то фундаментальным механизмам Которые управляют временем жизни человека Потому что, представьте себе Если мы по команде можем задавать себе регенерацию органов тканей То старые органы можно заменять на молодые И жить неопределенно долго Это действительно одна сторона вещь Там я с рибосомами работал, с коллагеном Но это очень долго рассказывать И там тоже реализуется этот возврат фермипаста улова Это все я писал в своей первой книге Главный геном, который вышел в 1994 году Но вот одна вещь, которую я тут же параллельно С этими экспериментами по возврату фермипаста улова Посчастливилось, я прямо скажу, посчастливилось обнаружить Это такнофантомная память молекул ДНК Она заключается в том, что если вы поместили в прибор Допустим, раствор молекул ДНК Или даже сухую ДНК В таком, знаете, воздушно-сухом состоянии То место, в котором находилась ДНК Оно приобретает совершенно новые свойства Если вы до эксперимента Еще не помещая туда препарат ДНК Зондируете пустое место лазерным пучком То вы там ничего не обнаруживаете У вас прибор показывает просто хаотическое распределение точек На осциллографе и все Это нормально Теперь мы туда помещаем ДНК Какое-то время работаем Вот регистрируем вот эти возвраты ферми по остеолам Это, так сказать, для нас было очень большим событием Я думаю, это для науки, в общем-то, важно А потом мы просто вынимаем препарат из прибора И мы должны снова вернуться к хаотическому распределению На осциллограмме мы ничего не должны иметь Кроме хаоса, так? А оказывается, нет У нас сейчас осциллограмма вела себя так Как будто молекулы ДНК продолжали там оставаться Только в гораздо меньшем количестве Вот, это явление нас просто шокировало Потому что мы не могли понять, в чем дело Может быть, прибор Первое, что пришло в голову, что неисправный прибор Ну, это быстро было отметено Прибор работал прекрасно И тогда, значит, эти работы были продолжены Продолжены, правда, в другом институте Институт высоких температур Российской академии наук уже Это уже был 1991 год Значит, спустя уже 6 лет я вернулся к этой теме Вот, и мы вновь обнаружили вот эти так называемые фантомы Фантомы ДНК Он так сейчас и называется ДНК фантомный эффект Вот И Теперь мы уже более подробно стали Пытаться поставить эксперименты Ставили эти эксперименты Мы подумали, значит, что это такое Вообще, может быть, этот фантом является чисто материальным Или наоборот, нематериальным Но Поскольку он рассеивает фотоны И дает спектр определенный То, значит, это вещественная такая штука Которая как бы отделяется от ДНК И вот мы начали Просто взяли сухой газообразный азот И продули Кюветное отделение прибора Там, где была ДНК И у нас фантом исчез Фантом ДНК Все Хаотическое распределение точек На осциллографе Никаких, так сказать, спектров мы не регистрируем Однако, прошло 5 минут И фантомы вернулись Мы снова продули И снова фантомы вернулись То есть мы снова стали продувать кюветное отделение И так продолжалось весь рабочий день Более того, когда мы пришли На следующий день Все повторилось Фантомы ДНК жили В кюветном отделении приборов Какой это был год? Это был 1991 год Институт высоких температур Российской академии наук Какую вы должность занимали? А? Должность Я тогда создал частное предприятие Биоволна И у меня была совместная работа с этим институтом Высоких температур И вот Нам предоставили возможность работать на этом приборе И никто его не касался И вот мы так работали в 40 дней Вот вам цифра ни о чем не говорит Я не хочу ударяться в эзотерику Но она наводит на кое-какие размышления То есть в 40 дней Мы изо дня в день Регистрировали эти фантомы Пытались их сдуть азотом А они вновь возвращались Возвращались и возвращались Но через 40 дней Довольно быстро Но постепенно Эти фантомы исчезли Исчезли они совсем Или это ушло за пределы возможностей прибора Мы не знаем до сих пор Но это не вся история Спустя еще много лет Уже 2005 год Потому что мне не давали возможности Работать в этом направлении Это особый разговор Достаточно неприятный Я даже не буду вспоминать Но тем не менее В 2005 году В Институте физической химии Российской академии наук Мы вновь поставили эксперимент Но уже немножечко в другом ключе Немножко в другом ключе Мы Возбуждали препараты ДНК Различными длинными волн Ультрафиолетным цветом Инфракрасным цветом Красным светом Комбинаторика Вот таких вот воздействий Вызывало очень интересный эффект Который заключался в том Что молекулы ДНК Отстреливали вот некие Так сказать структуры Которые Регистрировались Просто на фотопленке А глаза ничего не видели Ничего не видели Только фотопленка видела И когда мы включали всю аппаратуру И в лаборатории была абсолютная темнота Фотоаппарат продолжал фиксировать Вот такие вот фантомные структуры Возможно они имеют какую-то связь с тем Что мы регистрировали в 1984 году В институте физико-технических проблем И затем в институте высоких температур И в ССК Академии наук А здесь мы немножко по-другому поступали Мы специально возбуждали молекулы ДНК И они давали нам фантомы Может быть это те самые фантомы Которые давали вот такое вот Интересное светорассеяние И это продолжалось довольно долго Мы накопили много материала И даже мой коллега Попонин Правда без моего согласия Опубликовал эти результаты В 1995 году в Соединенных Штатах Правда до того я написал монографию В 1994 году Которая называется «Волновый геном» Я целую главу посвятил Вот этим вот самым фантомным функциям Фантомным ДНК-фантомам То есть автором концепции ДНК-фантомов Являетесь вы Да Значит первая аппликация была у нас в 1991 году Значит про сетинг спай Мы опубликовали это на американский журнал Хороший журнал Первые результаты по фантомным ДНК Мы опубликовали там А потом уже полно Так достаточно полно Целая глава Значит моя первая монография Волнового генома была опубликована Но я еще должен одну вещь сказать Что исследование хорошо тогда Когда кто-то независимо делает то же самое Так вот к моему счастью Значит я в библиотеке обнаружил Работы группы Пикоры Это из Стэнфордского университета Большой специалист в области светоросеяния на ДНК Спектроскопии и корреляции фотонов То есть он работал тем же самым методом Что и мы Но у него там было все автоматизировано Расчеты и так далее И так далее На очень высоком уровне И они работали тоже с ДНК Но они работали не так как мы Просто с тотальными препаратами ДНК Достаточно грубо мы это делали Но тем не менее Воспроизводимые эффекты И мы получили эти результаты по фантому ДНК Они работали с короткими отрезками ДНК Так на рестриктные фрагменты ДНК Одной и той же длины Примерно по тысяче пар оснований Все одинаковой длины И они совершенно с другими целями это исследовали Они классические замеры делали Коэффициент диффузии Молекулярная масса Форма размера Так сказать Вот этих вот самых поведениях Как они двигались Так сказать Какая динамика была Этих коротких отрезков Рестриктных ДНК И все это должно было Описываться классическими уравнениями Которые давно уже Так сказать Найдены Для описания поведения Молекул в воде И характер их светоросеяния Которые определяют их поведение Которые отображают их поведение Так вот Они обнаружили Что поведение молекул ДНК Не подчиняется этим закономерностям Которые давно-давно известны Они были удивлены Они подумали Что это артефакт Что там попали Какие-то пылевые загрязнения И так далее И так далее Потому что первое Что мешает работать Вот таким методом Коррецовой лазерной спектроскопии Это пыль Которая попадает в препараты Посторонние примеси Значит Идеально были очищены растворы И в контроле их замеряли И в контроле их замеряли Там никаких посторонних примесей не было А вот когда туда помещали молекулы ДНК Идеально очищенные фрагменты Вот эти короткие То значит поведение их При светоросеянии Не описывалось Классическими уравнениями То есть имелся какой-то вклад Постороннего какого-то компонента Который мог бы быть пылью Но это не была пыль Тогда вопрос Что это было И они никак не могли избавиться от этого Они тоже использовали лазеры Да Это тоже лазерная спектроскопия Вот та самая корреляционная лазерная спектроскопия Или динамическая лазерная светоросения С чего я начал свой рассказ Вот И тогда они не нашли ничего лучшего Как сказать Что они имеют дело с Эффектом Имитирующим пыль Они так его назвали Эффект The mimicking dust effect Переводим с английского на русский Это эффект имитирующий пыль То есть Там вроде бы Были какие-то пылеподобные соединения Но на самом деле пыли нет Поэтому они написали Имитация пыли Вот они не поняли Того что они Вышли на то же самое Что и мы То есть Они вышли на фантомы ДНК Почему я так подробно говорю Потому что роль фантомов ДНК Она гигантская Она объясняет Совершенно Она дает новые характеристики Нашему генетическому материалу Ведь для чего-то Ему нужны фантомы ДНК Понимаете Вот И На этом все Эта история закончилась Они опубликовали эту работу Я им писал В группе Роберт Папикоры И говорил Что вот мы обнаружили Такие же вещи Но вот они С нашей точки зрения Объясняются тем Что Молекулы ДНК Способны давать Вот такие Как бы свои аналоги Какие-то вот Копии Что ли фантомные Или квантовые копии Если хотите Значит Никакой реакции не было И все это Было Так сказать Похоронено До поры до времени До тех пор Пока мы Не начали работать Уже С Живыми организмами И Обнаружились Другие Эффекты Связанные С Тоже С другими Возможними Функции ДНК Совершенно С другими Возможностями Кодирования Генетического Об этом У меня две книги Написаны И Вот Роль Этих Фантомов Она Видимо Огромная Потому что Она позволяет Объяснить Очень многие Вещи Которые Ранее Были Неизвестны Вот в частности В частности Фактически К тому же Самому Пришел И Крупный Ученый Лауреат Нобелевской Премии Люк Монтенье В 2010 Он опубликовал Работу Где он Показал Что Он Может Своей аппаратурой Считать Информацию Из ДНК Ввести Эту информацию В воду И при этом В воде Ничего Не было Кроме информации Грубо говоря Но Парадокс Заключался В том Что Вот такая ДНК Подобная Вода А он Тогда Не понимал Что это Такое Сейчас Нам это Становится Понятно После работы Николая Александровича Бульонкова Конца 80-х Годов Который Показал Что Молекулы ДНК Способны Строиться Таким образом Выстраивать Структуры Водные Структуры Которые Имитируют Молекулы ДНК Молекулы Белков И молекулы РНК Это Классическая Работа Николая Александровича Бульонкова Которую я знаю Лично Где он Просто Обосновал Чисто Теоретически Такую Возможность Я видел Эти модели Водных Копий ДНК И вот Люк Монтенье Видимо Создал Вот такие Копии Но он этого не понял У них совершенно другое объяснение Но самое главное Что эта вода Обманула фермент ДНК Полимеразу Вот Это очень интересный момент И когда они Сделали Так называемую ПЦР реакцию То есть реакцию Синтеза ДНК На матрице Воды Водная матрица ДНК Вот эквивалент Водный эквивалент Который предсказан Бульонковым Да И вот эта водная матрица Она послужила Как бы основой Для биосинтеза Реальной молекулы ДНК Ну в общем-то Научная общественность Была в шоке Была в шоке И Значит Люк Монтенье Претерпел много Оскорблений Но он Спокойненько Запатентовал У него Очень большой Патент По этому поводу И его пригласили В Китай В Гонконге Он сейчас Организовал Ему дали институт Фактически Да, он сейчас работает К сожалению Эти работы Видимо засекречены В Шанхае Да, в Шанхае Да И Сейчас тишина полная Но когда мы обнаружили Значит Вот эту работу Да Мы поняли Что он имеет дело С теми самыми Фантомами ДНК Которые мы обнаружили Совершенно Как говорится С другой стороны И тогда мы Предприняли работу Которыми Используем нашу аппаратуру Уникальную аппаратуру Которая способна Так сказать Тоже считывать Информацию ДНК Более мощную Более мощную Более совершенную Совершенную аппаратуру Потому что Это был Специальный лазер Который имитирует Работу ДНК В наших хромосомах В отличие от его аппаратуры В отличие от его аппаратуры Пишите пожалуйста Различия Между его Примитивной аппаратурой И вашей Совершенной аппаратурой Простой генератор Который Значит Дает там Семигерцовое поле И тем не менее Он способен Считывать информацию Типа пружина Да Электромагнитной Ну это Да Это довольно простой генератор Описан в патенте Сейчас мы Углубляться сюда не будем А у нас Значит Аппаратура Лазер Который имитировал Свойства хромосома Потому что наши с вами хромосомы Грубо говоря Вступая с ними в резонанс Немножечко не так Значит Этот лазер Он поступает Он функционирует так Как наши с вами хромосомы Наши с вами хромосомы Являются Излучателями Когерентного Лазерного света В том числе и красного И наш лазер Тоже красный Гелий неоновый Красный лазер Одномодовый Но у него там Специфические Так сказать Телерационные Оптические моды Вот Которые придают ему Совершенно необычные свойства Считывать информацию Генетическую информацию С ДНК С клеток С тканей Это особый разговор Мы Передавали эту информацию Я к этому вернусь Генетическую информацию На расстоянии Даже 20 километров Вот И мы повторили Эксперименты Люка Монтенье И ввели информацию ДНК Больше Взяли мы отрезок Он брал 100 пар нуклеотидов Коротенький отрезок ДНК Мы взяли 600 С чем-то пар нуклеотидов Ввели эту информацию В воду И так сказать Вот методом ПЦР Биохимики знают Что это такое Это как раз синтез С помощью ДНК полимераза Синтез Амплификация Размножение Молекул ДНК Опять-таки В качестве матрицы Не ДНК было А был фантом ДНК В виде Водного Эквивалента ДНК Повторили Убедили Что Люк Монтенье Прав И мы правы Но мы знали Что это примерно Представляли себе Что себя представляет Фантом На каком-то уровне Фантом ДНК Я имею в виду Вот А зачем я все это говорю Ну хорошо Ну фантом Ну что дальше Так вот фантом То этот самый Видимо передает Генетическую информацию То есть он вызывает Биохимические реакции Он вызывает На основании Виртуальной информации Которая записана На воде Значит этот фантом ДНК Является Мобильной структурой Которая способна Значит Вот записать информацию От одного организма И передать эту информацию Другому организму Находящемуся Вне клетки Вне организма Откуда берется Эта генетическая информация То есть мы подошли Вплотную Так сказать К порогу Когда можно Передавать Генетическую информацию С помощью Физического поля Потому что Это фантом ДНК Результат работы Физических полей Каких полей Это особый разговор Скорее всего Это спинтронные эффекты Потому что Наш лазер Он чувствует поляризацию Он записывает Именно поляризационные Аспекты работы Функционирования Биомакромолекулы Клеток Потому что Все наши Информационные Структуры ДНК РНК Белки И вообще Все метаболиты Являются оптически активными То есть способны Вращать плоскость Поляризации света То есть Менять Спиновые состояния Зондирующих Фотонов Так вот Информация Снятая С клеток Из тканей Что мы делали Передает Вот такую фантомную Информацию На расстояние Вот то Что мы И сделали В городе Торонто Когда нас пригласили Там поработать И мы передали Информацию От Очень важного Органа От Поджелудочной Железы Подопыты Крыс А точнее Крысят Мы извлекали Эту Желудочную Железу Считывали с нее Лазером Эту информацию Переводили ее В широкополосное Электромагнитное Поле За счет тех Эффектов Которые мы Теоретически Описали Совместно С нашими Теоретиками Максименко И Корнеев Вот есть такие Крупные Теоретики И такая Информация Может передаваться Теоретически На любые Расстояния Мы передали Просто Дальше Просто не мерили На расстоянии 20 километров Мы эту информацию Передали Больным Крысам У которых Поджелудочной Железы Не было Она была Убита Ядом Алоксаном Который Избирательно Убирает Поджелудочную Железу То есть Эти крысы Погибали От диабета Первого типа А еще Пишите Пожалуйста Методику Передачи Фантомной Информации Сейчас я К раз К этому Иду Значит Когда Вот такая Информация Была передана На расстоянии 20 километров Смотрите Какое расстояние А лазер Слабенький 2 милливатта Простым Электромагнитным Полем Не передашь Потому что Там есть Квадратичное Затухание Потом Шум города Торонто Если это Радиоволны То Все это Будет Поглощено Шумами Значит Там Спинтронные Эффекты То есть Мы передаем Именно спиновое Состояние За счет Спинорных Во время Считывания Это происходит Когда мы Считывали Это все переводило Спинтронные Эффекты Спинорные Эффекты Именно Вот такое Поль достигает Больных крыс Командует Им Делайте Так как У нас записана Информация Это команда Фактически Команда Которая Переносит Гены А тут Еще другой Аспект Работает Гены Это Последности Нуклеотидов Речеподобного Характера То есть Мы передавали Как бы Такую Квазиречевую Информацию Вот И не только Потому что Там еще и Голографические Образы Присутствовали Но это Очень долгий Разговор И эти Бедные крысы Которые погибали В контроле Они все погибли У нас Когда мы Их не обрабатывали Ничем Информацию Не вводили Они погибли А эти крысы Которые получили Эту информацию Значит Они Восстановили У себя Поджелудочную Железу И стали Жить Поживать И добра Наживать И этот эксперимент Проводился На базе Университета Торонто Это нет Это нас Пригласил Такой Бизнесмен Борис Иосифович Берштейн И Для нас Была создана Такая лаборатория Там Точнее Нас пригласили В очень крупную Лабораторию Даже в две Лаборатории Одна называется Синекс Частная Частная Лаборатория Частная Лаборатория Да Синекс Другая Я уже Забыл Название Прошло Уже Это 2002 год Уже Прошло Слава Богу Десять лет Значит В двух Лабораториях Очень крупных Мы работали Где Где Было Все Абсолютно В отличие От тех Условий Которых Мы Начинали Нашу работу Идеальные условия Были Нам были Идеальные условия Созданы И мы Очень Спокойно И достойно Продемонстрировали Эти эксперименты По передаче Генетической информации На расстоянии И регенерации Поджелудочной Железы Я хоть Много раз Уже об этом Говорил И выступал Но это Очень важно Потому что Была продемонстрирована Принципиальная возможность Регенерации Сложнейших органов Желудочная Железа Это очень сложный орган Сколько времени Занял процесс Регенерации Желудочной Железы Примерно Десять дней Примерно Десять дней Вот Таким образом Значит Я глубоко Убежден Сейчас у нас Уже есть Другие доказательства Что можно Регенерировать Все Любые органы Ткани Включая Головной мозг Даже Понимаете Вот Последние наши Эксперименты Значит Показали Можно даже Головной мозг Регенерировать Когда он поврежден Травма Черепно-мозговая травма Расскажите тогда Об отличиях Между вашими Ранними экспериментами И экспериментами Которые вы проводите Сейчас Ну Ранние эксперименты Это были По светоросеянию С использованием Так сказать Обычного лазера Значит Мне посчастливилось Найти Вот Особый лазер Который работает На поляризации И это Совершенно Другой уровень работы Вот И он позволил нам Как раз Вот провести Вот Демонстрацию Передачи Генетической информации На расстоянии Ну вот Вы работали Четыре года В институте Под руководством Алексея Николаевича Дяшева И Институт проводил Исследование Различных лазеров Почему вы выбрали Именно этот лазер Значит Вообще-то говоря Вот это Знаете Счастливая случайность Вот когда я перешел На работу В проблем управления Российской академии На улице В 1994 году А до этого Почти 10 лет Работал в кардиоцентре Учазово В ЭКНЦ В Союзном кардиологическом Научном центре В Черепково Знаете Я перешел В 1994 году На работу В проблем управления Там мне посчастливилось С Тертышным С Георгом Георгиевичем Тертышным С которым мы Руководством Проработали Восемь лет Вплоть до Канады И в Канаде Мы были вместе Вместе Мы ставили эти эксперименты И у него в лаборатории Был один из Он классический Голографист Тертышный И у него был Вот такой лазер И вот Случайно Или не случайно Но использовал Совершенно Этот лазер Предназначен Для совершенно Других целей Он тоже работал У Диашева Алексея Николаевича Нет Он не работал Мы работали Под руководством Пронгвишвили И Верия Варламовича Директор Нашего института Вот Этот лазер Я увидел И у меня давно Была в голове Идея Но почему же Наши Информационные Биомахромолекулы Основные ДНК РНК Белки Они оптически активны Они вращают После поляризации Света И моя первая Диссертация Была связана С тем Что я изучал Дисперсию Оптической активности Оказывается Поляризационные Свойства Белков ДНК РНК То есть Они излучают Звук и свет Излучают звук и свет Это одна сторона Но кроме того Они вращают После поляризации Света Характер Вращения Оптического Вращения Он содержит Огромную информацию Которую Извлекают И вот у меня Первая диссертация Была Как раз Половина Ее заключалась в том Что я рассчитывал Конформацию белков Альфа-спирали Бета-структура Можно было Всю эту информацию Извлечь из оптического Вращения То есть Само по себе Оптическое вращение Это огромный Биокомпьютинг Это огромный Кладезь информации Которая В одном В конце концов Ляжет В основу Квантовых биокомпьютеров О которых я Могу сейчас Чуть попозже сказать То есть Управляя этими Состояниями Спиновыми Можно Проводить Биокомпьютинг И передавая Это на расстояние Значит Лазером Который выполняет Уже в данном случае Роль биокомпьютера Квантовых биокомпьютеров Потому что Когда мы считываем Информацию Нашим лазером Да Имитирующим Свойства хромосом То мы выполняем Он выполняет Функции биокомпьютинга Смотрите Он считывает Биогенератора Биокомпьютера Квантов Биокомпьютера Он считывает Информацию Он передает Ее на расстояние Программирует Контролирует Он вводит Эту информацию в рецепиента, в клетки или в биосистему в целом он программирует или перепрограммирует генетический аппарат рецепиента и заставляет его работать так, как мы ему приказали то есть можно использовать и как лечение и контроль глобальный за биосферой, а так же как и мощное индивидуальное массовое поражение давайте мы даже ограничим даже вот чем самое главное, что мы сейчас сделали, основное и собственно раньше в Торонто мы это делали но мы сейчас это уже показали на другом уровне, более высоком уровне мы программируем стволовые клетки стволовые клетки чрезвычайно важны то есть если вы хотите вырастить руку ногу, сосуды вызовет регенерацию зубов убрать повреждения головного мозга остановить старение вы прежде всего должны работать со стволовыми клетками которые являются так сказать родоначальником всех всех клеток и всех органов и тканей если вы научились программировать стволовые клетки то это совершенно другая медицина и совершенно другая биология это совершенно другое сельское хозяйство это совершенно другой компьютинг сейчас медицина тратит в мире и не только медицина генетика, молекулярная биология тратятся колоссальные средства миллиарды долларов уходят на то, чтобы попытаться запрограммировать стволовые клетки так сказать с тем, чтобы они давали то, о чем я говорю для людей но это не получается прямо надо сказать даже появились фальсифицированные работы вот Хванг был проблем был суд в Южной Корее крупный такой клетчатый биолог Хванг фальшивые работы фальшивые данные в Nature подавал потому что ну не получается а гранты дают в огромные деньги потрачены значит он должен как-то отчитываться вот он стал подавать фальшивые работы то есть это тупик понимаете люди не знают что делать ученые не знают что делать почему ну с моей точки зрения а я имею основание говорить почему